МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, уважаемые зрители, никакой ошибки в заголовке нашего сегодняшнего ролика точно нет. Минувшая неделя была настолько короткой, что событий в республике никаких особенно не происходило. Мы не станем сегодня говорить о скандальном юбилее министра спорта, об этом поговорим чуть позже, там есть прекрасные замечательные видеоролики и так далее. Не станем говорить и об обвалившемся частично Зининском переезде, там тоже надо бы немножко поднабрать фактуру и понимание, что произошло. А поговорим мы сегодня на две важные темы. Первая – это, конечно же, арест министра транспорта и дорожного строительства господина Колебанова. И вторая тема – это проблемы вокруг и внутри ведущего провайдера и ведущего поставщика интернета в республике Башкортостан и за его пределами – компания Уфанет. Поверьте, эта проблема точно касается нас всех. В ближайшее воскресенье, 12 мая, в 21.00 мы планируем провести 105-й стрим «Открытой политики». Так что у вас есть достаточно много времени, чтобы в комментариях вот под этим нашим сегодняшним видео писать вопросы, и мы их обязательно прочитаем. Ну и обязательно в грядущее воскресенье подключайтесь к нашей трансляции и поговорим уже, как говорится, очно. То, что арест министра транспорта и дорожного строительства Александра Колебанова стал неожиданностью для всех, по-моему, не подлежит никакому сомнению. Буквально накануне Хабиров с жаром отчитывал на оперативке Колебанова за пробки, за всякие безобразия, советовал взяться за голову, требовал отчета о весовом контроле. Ну, в общем, все было, как говорится, в рабочем порядке. Но уже на завтра утром Колебанова, не вполне одетого и очень ошарашенного, заковали в наручники и увезли в СИЗО. Сейчас мы уже знаем, что Колебанову вменяют взятку в особо крупном размере, которую он, по версии следствия, получил от подрядчика Башкиров-Тодора за так называемое общее покровительство. Есть такая формулировочка и в деловом обиходе силовиков, да и вообще, видимо, в жизни вот этих вот коррупционеров. Примечательная деталь. Взятку, опять же, по версии следствия, Колебанов получил год назад. У меня возникает вопрос. Если органы знали об этом целый год, почему его не арестовали ранее? А если не знали, то кто эту информацию донес сейчас и насколько сохранились за целый год доказательства всего этого деяния? Уж не Юланов ли запел, как говорят в уголовном мире, в Магнитогорском СИЗО и начал рассказывать о делах Башкиров-Тодора, в которых, собственно, он был посвящен глубоко, ведь он был там генеральным директором? Утверждать я, конечно, об этом не берусь, но выглядит вполне правдоподобно. Еще одна важная деталь в деле Колебанова. Незадолго до ареста прошли обыски в подведомственном министерству Колебанова предприятия управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Были изъяты документы и был задержан заместитель руководителя управления дорожного хозяйства господин Ишмуратов, который, собственно, и курировал строительство дорог и Башкиров-Тодор. Руководитель управления дорожного хозяйства Республики Шамхалов в это время находился в отпуске. Ну, собственно, по этой причине, может быть, и, вероятно, и избежал задержания. Теперь даже непонятно, вернется ли Шамхалов из этого отпуска к нам в солнечную Башкирию, вообще вернется ли. И надо отметить, что сам Шамхалов породил огромное количество недоброжелателей и, ну, скажем так, прямо врагов в процессе своей деятельности. И эта ситуация, которая сейчас превратилась в особо опасную для господина Шамхалова, как раз благоволит к тому, чтобы старые грехи, старые долги и старые проблемы начали всплывать на поверхности, и люди начали опять, значит, отыгрывать все это назад. Я знаю, о чем говорю. Сегодня в детали погружаться не будем, но я точно знаю, что к Шамхалову вопросов может возникнуть очень много. Так что ситуация с Клебановым – это еще не конец вот этой всей ситуации вокруг дорожной сферы республики. Впрочем, вернемся к Александру Владимировичу Клебанову. Сейчас суд его арестовал на два месяца, и он содержится в СИЗО на время следствия, ну, при необходимости следствия в состоянии этот срок продлить. Ну, в общем, все как всегда с хабировскими арестованными министрами, наручники СИЗО следствия. Все да не все. Если арестованные ранее соратники Хабирова сохраняли свои должности вплоть до оглашения приговора, и Хабиров стоял на своем «я не верю, что они преступники, пускай докажет суд», то теперь Клебанова уволили в день задержания, даже до предъявления обвинения следствия. То ли Хабиров изменил свой подход к аресту своих подчиненных, то ли Клебанов был недостаточно своим, мы до конца не знаем и не понимаем, но вот это однозначное отличие от ситуации и с Беляевым, и с Прочаковской, и с Кучербаевым, и с прочими-прочими соратниками Хабирова, которые или сейчас под судом, или уже сидят на нарах, или уже некоторые из них даже отсидели кое-что. Забавная деталь. В день ареста Клебанова одно федеральное издание просило меня прокомментировать вот эту всю ситуацию с министром транспорта, и в частности был задан вопрос, как я оцениваю имиджевые потери Хабирова от ареста целого министра. Ну, наивные федералы полагали, что у Хабирова могут случиться какие-то имиджевые потери. Ну, в ответ я просто рассмеялся, согласитесь, в случае с Башкортостаном, которым сейчас руководит Ради Хабиров, говорить о каком-то авторитете или имидже власти, это просто нелепо. В Башкортостане Хабирова слово «власть» и слово «коррупция» давно стали синонимами. Повторюсь, что ситуация с Клебановым не завершена, и будем ждать деталей и развития событий, потому что вот эта взятка в 5 миллионов рублей, но, честно говоря, у всех понимающих, что происходит в дорожном хозяйстве, вызывает такую кривую усмешку. То есть речь, конечно, идет не о этих жалких 5 миллионах, а о суммах существенно больших. В общем, будем наблюдать, будем рассказывать, не пропускайте наши выпуски. Не забывайте и помогать нашему каналу материально. Помните, что в этом тухлом море башкирских СМИ мы выплываем исключительно за ваш счет, только с помощью ваших пожертвований, так что не скупитесь, вот вам расчетный счет и перечисляйте туда столько, сколько считаете нужным, чтобы мы продолжили существовать. Всем заранее спасибо. Если вы не успеваете записывать с экрана, то расчетный счет для пожертвований можно найти в описании под любым нашим видео на YouTube-канале. В последнее время несколько раз в наших выпусках звучала тема у Фанета, но, должен признать, все это было весьма поверхностно. Тем временем вопросов по ситуации в компании, являющейся ведущим, а на мой взгляд, лучшим провайдером интернет-услуг, проблем и вопросов возникает все больше и больше. Я решил исправить эту нашу ошибку и покопался в деталях корпоративного конфликта в компании Уфанет. Признаю честно, к своему удивлению, узнал много такого, что изменило мое отношение как к процессам, так и к многим фигурантам этого конфликта. Ну, как говорится, давайте по порядку. Как сейчас в медийном поле выглядит конфликт внутри Уфанета и конфликт между собственниками Уфанета? Выглядит он следующим образом. Его, по крайней мере, так изображают. Благообразный, больше похожий на доброго профессора, чем на акулу бизнеса, Искандер Бахтияров, генеральный директор Уфанет, мужественно противостоит страшному Хазигалееву, который, по словам Бахтиярова, вознамерился разграбить Уфанет. Это не преувеличение. Именно слово «разграбить» и слова «разграбление» Бахтияров использует в своих комментариях, когда упоминает свое противодействие с Хазигалеевым. Но в компании Уфанет вовсе не два учредителя и не два собственника. Вообще их четыре. По 29% имеют Марат Фатахов и Марат Ахмедшин. 14% Уфанета – это собственность менеджмента. Через компанию Уфанет Инвест, которая, в свою очередь, аффилирована с господином Бахтияровым. И 25% принадлежит, я бы так сказал, семье Хазигалеевых. Потому что мы немножко запутались, в какое время кто владел акциями. То жена, то муж, то снова жена, то снова муж. Будем называть их просто Хазигалеевы для понятности. На основании документов из открытых источников, и, собственно, эти открытые источники – это судебные документы, иски и всевозможные ходатайства, которые может увидеть каждый, я узнал в следующей подробности. В 2022 году компания отменяет выплату дивидендов, ну, как говорится, понятно. Постковидный год, трудные времена, как выражаются Хабиров и Путин, соответственно, значит, вот отменили выплату дивидендов. В принципе, ничего необычного. Так бывает с компаниями. Наступает 2023 год. Совет директоров Уфанет опять отменяет выплату дивидендов, и учредители, акционеры не получают никаких денег от деятельности Уфанета. Однако, это сопровождается еще и тем, что не просто они отменили выплату дивидендов, но и господин Бахтияров с жаром рассказывает о тех трудностях, которые возникли у провайдера в связи с санкционным давлением, с всевозможными логистическими сложностями, получением оборудования и так далее, и так далее, явно намекая на то, что вот эти деньги, которые не выплачены акционерам, они, конечно же, пойдут на благое дело развития компании. Пока тоже все нормально. Но буквально через месяц после того, как в 2023 году было принято решение о невыплате дивидендов, Совет директоров Уфанет внезапно начинает раздавать займы акционерам. Правда, не всем. Всем, кроме Хазигалеева. Согласно документам, которые фигурируют в открытом пространстве, Марат Фатахов, акционер Уфанета, получает 420 миллионов рублей. Марат Ахмедшин, акционер Уфанета, получает 420 миллионов рублей. Искандер Бахтияров через компанию Уфанет Инвест получает 190 миллионов рублей. Итого получается 1 миллиард и 30 миллионов рублей. В этом списке нет акционера Хазигалеева. Ну, само собой понятно, подобное распоряжение деньгами, ну, как-то, наверное, вызвало вопросы у Хазигалиева и его семейства. При этом надо отметить, что так называемые займы выдавались под проценты ниже, чем те проценты, под которые сам Уфанет занимает деньги в банках. Ну, в связи с этим, как говорится, невиданным аттракционом щедрости для избранных у акционера Хазигалиева возникли резонные вопросы. Ну, первый, зачем, и второй, как говорится, какого черта. Стоит отметить, что акционеры Фатахов, Ахмедшин и Бахтияров в сумме своей имеют 75% акций Уфанета и могут, по сути, принимать любые решения. Ну, то есть, они их могут провести через Совет директоров, и это будет законно. Но они не могут, причем по закону, ограничивать доступ акционеров, прочих акционеров, в том числе Хазигалиева, к документам компании. Однако, сейчас Хазигалиев обратился в суд, требуя предоставить ему бухгалтерскую отчетность компании Уфанет. Видимо, делаем вывод, что Хазигалиев не имеет доступа к этой бухгалтерской документации. Я краем глаза видел переписку с Хазигалиевым и руководством Уфанета, где ему под разными предлогами отказывают в получении этих документов. Теперь он обратился в суд. Собственно, иск этот абсолютно выигрышный, потому что у него на руках есть документы о том, что он акционер, а закон об акционерных обществах Российской Федерации говорит о том, что акционерное общество обязано предоставлять по первому требованию любые бухгалтерские документы, касающиеся деятельности общества. Однако, вернемся к этим странным займам. Ну, узнав о невиданной щедрости в отношении некоторых акционеров, Хазигалиев забил тревогу и потребовал, опять же, через суд вернуть деньги компании. Отметьте здесь, вернуть деньги не ему, не выдать ему столько же денег, сколько выдали им, а вернуть деньги в компанию. Собственно, я так понимаю, что Артур Валерьевич резонно опасается того, что вывод суммы, превышающий годовую прибыль предприятия, может самым негативным образом сказаться на деятельности Уфанета. Пока идет процесс, деньги Уфанета при этом все-таки ушли в неизвестном нам пока направлении. И, повторюсь, сумма денег, выведенных одним разом, превышала годовую прибыль компании. Теперь к вопросу зачем. Зачем раздавать миллиард займов, если, по словам Бахтиярова, у компании есть сложности и даже дивиденды они решили не платить? Какова целесообразность выдачи вот этих гигантских займов? Зачем раздавать миллиард займов, если сама компания при этом параллельно кредитуется под большие проценты? В конце концов, это простая арифметика, тут не надо быть самым гениальным бухгалтером в мире. И еще одно зачем, а вернее почему? Почему именно в форме займов раздали этот миллиард? Я могу предположить, что причина здесь в том, что господин Фатахов и Ахмедшин имеют проблемы с получением именно дивидендов, так как они сейчас находятся за пределами Российской Федерации. Один, насколько мне известно, находится в Австрии, Ахмедшин, а Фатахов, по неподтвержденным данным, живет на Кипре. Собственно, сложности с получением дивидендов из России, а не у всех, кто находится вне России, но имеет в России какие-то бизнесы, это связано с тем, что существенным образом изменились сейчас экономические отношения между Великой Россией и всем остальным несчастным неправославным миром. Но еще один вопрос. Зачем при этом всем директор Уфанет Бахтияров так самозабвенно врет, отрицая наличие второго гражданства у Фатахова и Ахмедшина? Ну что в этом такого, собственно, в этом гражданстве? Что это? Постыдное явление? Это какая-то черная метка. Почему Бахтияров раздает интервью и заявляет, что никакого второго гражданства у них нет? На самом деле это гражданство есть, и это проверено через справки МВД. Повторюсь, наличие самого гражданства это никакой не грех и даже не преступление. Потому что, например, у Радия Фаритовича две дочери проживают в странах НАТО, наверняка проживают на основании то ли вида на жительство, то ли гражданства. Но ничего страшного, я могу предположить, деньги у них туда-сюда хорошо ходят, нормально все. Так что вот это загадка. То есть наличие вот подобных загадок, это, конечно, наводит на мысли о том, что в этой всей истории что-то не так. Особенно с этими займами. Повторюсь, сейчас действует и развивается некоторое количество судебных исков со стороны Хазегалеева к компанию Фонет и к акционерам компании. В данный момент корпоративная война, как говорится, в самом разгаре и почуяв жареное, у нас так всегда в России, как только где-то начинают подгорать, уже подтягиваются потихонечку всякие московские падальщики к этому вкусному пирогу. Идут суды, ломаются копии, ломаются судьбы, все это происходит. Но вот вы спросите меня, Андрей, нам-то что от этого? Какая нам разница, как там Хазегалеев поделил деньги со своими партнерами или не поделил? Но я все-таки уверен в том, что очень велика вероятность того, что в процессе вот этой самой войны может случиться довольно неприятная вещь. Уфа и Башкирия и часть соседних регионов потеряют лучшего интернет-провайдера, а Уфанет действительно лучший интернет-провайдер, которого я знаю, по крайней мере, на этой территории. И вот тогда это коснется нас всех. Да, кто-то придет, да, святое место пусто не бывает, но я почти уверен, что, во-первых, будут абсолютно другие условия и, естественно, будут совершенно другие деньги. То есть, в конечном итоге, я делаю вывод, что если вся эта корпоративная война будет развиваться по сценарию «пленных не берем», то, вероятнее всего, либо какие-нибудь рейдеры из Москвы подтянутся и все это дело, значит, подгребут под себя, либо вообще компанию угробят. То есть, это, конечно, мое предположение, но предположение это основывается на тех фактах, тех событиях, которые мы наблюдаем сейчас. Это, в общем-то, не конец истории. Я жду, когда по судебным искам Хазегалеева будет хоть какой-то ответ. В первую очередь, я полагаю, что на 100%, вернее, даже уверен в том, что они, конечно, получат доступ к документам. И будет очень интересно узнать, что же там в этих документах не так, что целый генеральный директор Уфанета Бахтияров вынужден вводить в заблуждение широкую общественность по поводу гражданства своих акционеров. В общем, наблюдаем, смотрим, участвуем. Субтитры создавал DimaTorzok